здравствуйте мои дорогие мои любимые фонтовцы и конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая вы что думаете июль настал и можно ручки сложить да ох как вы ошибаетесь посмотрите у нас 22 июня закончился закончились самые длинные световые дни то есть там до 24 и все и день пошел на убыль а что это значит а это значит что пора сеять второй раз речки редиски дайконы капусты пекинские и так далее можете укропчик еще посеять чтобы молодой было зелененький но работы у вас полон рот вот эта грядка оказалась пустой ну к несчастью или к счастью это уже природа покажет но вместо этой грядки была посеяна морковь вот на той грядке где лук а потом туда посадили лук видите морковка до взошла кое-где сначала было предположение что морковка не взошла потом оказалось что взошла но не там где надо грядка осталась пустой ну может это и хорошо и теперь у нас уже редиска первая закончилась но редиска редька дайкон капусты пекинские крестоцветные то есть все семейство крестоцветных это растение короткого светового дня значит как день пошел на убыль значит после 7 июля день ивана купалы мы начинаем второй посев вот этих культур которые я назвала что значит посев а это значит грядка вскопана причесана как я люблю но я лентяйка конечно еще та и кроме того что ее надо расчесать всю землю и причесать надо сделать бороздки для посева редьки редиса конечно отдельно каждую культуру каждым редком я покажу какие семена я выбрала но сейчас я сделаю бороздки вот я не могу наклоняться да и стоять все время кверх ногами у меня есть грабли для этого очень удобные первый ряд смотрите и я на себя отгребаю землю на себя зачем вы сейчас узнаете все очень просто механическая обработка земли сейчас это делают все на белом свете кроме русских русским надо согнуться в три погибели и как-то там изобразить из себя работника сельского хозяйства значит бороздка сделано посев семян такого плана как редька редисы дайкон она не глубокая а там полтора два сантиметра максимум под землю потому и бороздка не глубокая делаем еще один ой господи еще одну бороздку посредине также на себя сейчас узнаете почему не торопите события смотрите как все это быстро и ровно и красиво и вы не пара мажете и у вас бык по участку ходить не будет криво будет если будете так сеять ну примерно так и еще одна бороздка с той стороны на это ушло практически ну одна минута наверное и здесь тоже на себя не на самом краю чуть чуть подальше от вот гребни которые я делаю всегда по краям грядки чтобы вода поступающая на нее никуда особо не утекала если будет лишнее пойдет через верх ну вот по русские сделаны теперь нам уже данном грабли понадобится но сейчас бороздки нужно пролить водой для чего да для того чтобы семена прилипли к влажной земле перед тем как я их засыплю вот когда они прилипнут тогда их уже при поливке не унесет ни вправо ни влево ни вперед и не назад значит проливаем я пролю только бороздки очень аккуратно вот этого достаточно для того чтобы и семечко было влажным и чтобы семена не раз мыло при поливке сверху что любимые полный карман семян первые выбираю дайкон это миновасе я его очень люблю красивый прям такой ледяной как стеклянный никогда не бывает пористым всегда молоденький маловато его конечно тут ну что делать уж сколько есть попробуем в один рядок его посеет он не любит густой посадки совершенно не образует корнеплод как надо поэтому высыпаем в ладошечку вот так она довольно крупная у дайкона в отличие от редиски я думаю что нам хватит начинаем посев но никогда не разбрасывайте вот эти пакетики затыкаетесь потом собирать их по участку в карман и по одному семечку вот по одному прямо через расстояние примерно 10 12 сантиметров а то и 15 не надо их впихивать в землю пожалуйста это не требуется вы увидите как я их легко заделываю не наклоняясь и не прикладывая никаких физических усилий два упала ну ничего страшного но не сейте никогда дайкон и редиски густо результат будет очень и очень плохой густоты эти растения не переносят ни капуста пекинские китайские уж тем более не редиска и дайкон ну и задаете мне вопросы и на ютюбе и вот в эфире комсомолки вы всегда спрашиваете одно и то же пошел меня редиска стрелку пошла цветет и капуста цветет цветную капусту пекин пекинскую китайскую относятся и цветная капуста к этому во первых желательно бы посадить в то место где с утра будет солнышко а после обеда будет тень а вот редиски и дайконы либо вы сеете это в конце апреля в начале мая когда еще короткий световой день либо сеете после 7 июля когда уже короткий световой день и растения капусты цветные пекинские и прочие не пикируются цветная да а пекинские китайские нет не пикируются не пересаживаются поэтому их с прямым посевом в грунт а вот редиски дайконы и редьки естественно если вы будете садить на яркое солнце то тоже об этом пожалеете еще осталось просто знаете сейчас семена настолько дорогие что все эти вот так от вольного раскидала потом еще и выкинул из этого половина это неправильно но вот послушайте меня пожалуйста какое же это таинство из вот такой маленькой семечки вырастает великолепнейшее растение которое не только съедобно кстати дайкон он не просто съедобен он для тех людей а у которых гастриты и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки в составе этого растения этих корнеплодов нет горчичного масла они не раздражают желудок и кишечник это вот для тех кто не может есть редиску а в редиске есть горчичное масло и это для тех у кого здоровый желудок так мне нужны перчатки и грабли и сейчас покажу как правильно засыпать не наклоняясь девочки у нас уже тут все не так как у людей я вам говорила что делая бороздку отгребайте на себя а теперь смотрите то что вы нагребли от себя загребайте от себя загребайте аккуратненько закрывая семена вот как раз сантиметр-полтора и получится над семенами аккуратно не торопитесь сделайте один раз хорошо и вы увидите результат просто будет великолепный после того как мы сейчас заделаем семена поливать их не надо земля достаточно влажная пускай все слежится пускай семена прилипнут как следует ну а завтра послезавтра может даже и через три-четыре дня можете это сделать а теперь внимание вообще халява смотрите вот так грабельками вот тут не закрылась семечко поправим вот так вот прижмите прихлопайте и это бороздка уплотненная всегда будет собирать воду все дайкон посеян мне понадобилось для того чтобы сделать грядку пять минут сделать ряды две минуты и посеять но сейчас досею все остальные редиски и что там у меня еще в кармашке есть и редька черная кстати тоже и у нас все получится просто замечательно значит грабли убираем так а теперь перчатках очень неудобно сеять достаем наши семена в центре конечно я посею редьку черную но вот такой формы она цилиндра называется я очень люблю свеклу цилиндру поэтому в этом году купила такую ну а на третьем ряду естественно будет редиска будет конечно скороспелая потому что она нужна для того чтобы есть они для того вовсе чтобы ждать полтора месяца когда она вырастет также высыпаю все семечки на ладошку да у нее более мелкие семена у дайкона самые крупные из крестоцветных и все и поехали тут конечно как бы широковато грядка я такие широкие не делаю но она осталась но что делать теперь и вот так же не надо сеять одну в одну надо чтобы между ней были расстояния достаточно но сантиметров по 7 по 8 точно девочки и мальчики вот это вот дело все исчезнет если вы будете делать так как я хватит животы отращивать давайте наклоняйтесь уже шейпинг начался у нас шейпинг-зал а не дача если кто не знает главное не кирдыкнуться туда и не зарыться в землю так я закончила смотрите сколько осталось семян это только кажется что их мало если все делать правильно останется еще и на следующий год можете себе соорудить еще какую-то полоску но у меня как бы этого ряда более чем достаточно и посеяла на штук 100 представьте до речки черные 100 штук рынок упадет и цены тоже если столько продать сразу значит так теперь опять берем грабли и опять делаем тот же самый вариант что и с дайконом все очень просто главное девочки и мальчики не ленитесь засыпаем опять от себя видите мы на себя гребли а теперь от себя вот правда некоторые женщины настолько привыкают к тому что есть дачный участок они не могут без этого мы все не можем мы как-то привязаны к земле по особенному я так думаю если мы столько трудимся столько тяжелой работы делаем но наклоняться с возрастом все труднее и труднее поэтому вот вам вариант о простой и надежный вот вот еще чуть-чуть вот так а теперь тоже движение тяпкой поехали поскольку земля сверху сухая никакой корки не образуется не надо этого бояться все ровно и красиво сейчас досею редиску и на этом мы закончим эту пустую грядку якобы пустую теперь на ней будут вот такие овощи ну а я с вами прощаюсь всего доброго вам и до свидания